если мы с вами посмотрим на меню одно из важных пунктов меню это профиль пользователя my account как он создается переходим с вами в my menu переходим с вами создать называем как хотим я назову мой аккаунт но важно здесь выбрать диджей классы fields в самом низу есть профиль редактировать профиль это все можно вывести профиль пользователя посмотрим нажмем сохранить пойдем на сайт обновимся мой аккаунт заходим сообщение пожалуйста войдите на сайт также здесь есть кнопки забыли логин забыли пароль восстановление пароля до нажимаем войти после входа мы видим с вами то есть мы можем загрузить аватарку видим редактировать профиль сменить пароль e-mail до по редактированию профиля мы с вами не можем перейти давайте создадим такое меню еще нажимаю я здесь сохранить и создать назовем редактировать профиль выбираем также диджей классы fields редактировать профиль здесь можно выбрать родительский элемент например мой аккаунт сохранить пойдем на сайт перейдем на главную мой аккаунт всплывает родительский элемент редактировать профиль то есть соответственно смотрите если мы зайдем мой аккаунт редактировать профиль теперь мы можем попадать на эту страницу соответственно здесь можно выбрать аватарку с компьютером нажать сохранить аватарка помещается спины на пароль e-mail а эту страницу мы настроим более детально следующих видео вот этот модуль да я считаю с нашими категориями не должен попадаться на какие-то такие страницы поэтому я предлагаю перейти в модули перейти диджей классы fields категории привязка смотрим что у нас тут такой страницы нет то есть смена пароля вылазит модуль а на редактирование профиля мой аккаунт нет этого модуля чтобы этот модуль не появлялся на той странице где вы хотите чтобы он не появлялся то есть скажем смена пароля значит такую страницу он создать она у нас не создана поэтому мы с вами идем меню майн меню создать назовем пункт меню сменить пароль здесь здесь выбираем пользователи изменить пароль родитель мой аккаунт для этой страницы доступ можно сделать для зарегистрированных пользователей то есть для обычных гостей этот пункт не будет виден сохранить закрыть идем на сайт обновляем страницу это мы сделали сменить пароль на самом деле эта страница профиля да просто информация что у нас заполнено что нет давайте вернемся изменим тип пользователи воспользуемся изменить профиль пользователю сохранить идем на сайт главное вот сменить пароль теперь мы видим что баннера наверху у нас нет также можно создать сразу ваше объявление и добавить этот пункт в мой аккаунт по ссылке по этой человек сможет видеть все объявления которые он добавил на сайт здесь она называется объявление пользователя выбираем его я уже здесь это выбрал объявление пользователя и также можно здесь заголовок такой написать записали объявление пользователя заголовок и не забываем выбрать родительский элемент мой аккаунт и соответственно также тоже для зарегистрированных сохранить закрыть идем на сайт обновляемся добавили еще объявление пользователя сейчас здесь ничего нет и здесь есть поиск по объявлениям если будет здесь большой список ваших объявлений то есть я зарегистрировался на сайте на этом доска объявлений с течением времени добавляю какие-то свои объявления накопилось несколько объявлений соответственно они будут доступны здесь я их могу самых видеть и как-то их манипулировать с ними позже это разберем когда добавим здесь объявления давайте еще посмотрим какие можем добавить здесь объявления какие можем добавить еще пункты диджей классы field можно добавить баллы пользователей потом посмотреть как это будет выглядеть баллы пользователя то есть это наши баллы баллы пользователя соответственно также это мой аккаунт и доступ для зарегистрированных. Сохранимся. Пойдем на сайт. Баллы пользователя. Ваша история баллов. Доступно баллов 0. Баллы это внутренняя валюта сайта. Этими баллами скорее всего мы сможем продлевать свои коммерческие объявления, поднимать их в топ и так далее.